Никакая религиозная система не может быть логичной. Это немножко похоже на теорему Диоделя о неполноте. Если вы помните, что это такое. А если вы не помните, что это такое, я вам скажу. Как вы помните из школьного курса диаметры, особенно, математика строится на основе аксиом, теорем и выводки. Арифметику вам преподавали не аксиоматически, а вот диаметры вам преподавали аксиоматически. Зачем вы все преподаете Диаметры? Это же абсолютно никому не нужная наука. Правда? Никогда в жизни она не применяется. Понятно? Все эти диаметические теоремы, доказательства не применяются в жизни никогда. Зачем же ее преподают? В сопроматии. Нет, ни в каком сопроматии не применяются диаметические доказательства. Доказательства. Да. Сама вся диаметрия построена не на том, как измерять треугольники, а на доказательстве. Решить геометрическую задачу означает доказательство. Ничто, да? Вы получаете диаметрию. Правильно? Нет, я же. Есть. Есть приложение инженерное. Есть приложение, которое вы используете приложение, это не значит, что вам нужна диаметрия. Доказывать ничего никогда диаметричество в жизни не приходится. Теперь, эта наука абсолютно не нужна, с точки зрения практики. Она, однако, нужна, чтобы научить вас, что такое логическое мышление. И ровно для этого диаметрия в корном курсе существует. Чтобы вы научились делать доказательства. Чтобы вы освоили вот этот метод аксиом теоремы доказательства. Поскольку именно на нем исторически возникла математика. Начиная с Евгения. Все теперь помнят, да? Так вот, теорема Диоделя о неполноте говорит, что в любой аксиоматической системе существуют теоремы, которые невозможно не доказать не опровергнуть. В данной аксиоматической системе. Тем самым она является неполной. Потому что в ней возможна фрагулировка в данной системе теоремы, которая будет не опровергаема и недоказуема. И, следовательно, любой вывод из этой теоремы можно взять в качестве дополнительной аксиомы, неопровергаемой не противореча всем остальным аксиомам. Потому что он из них не следует, и поэтому оно независимо от аксиомов. И поскольку они из них не следуют, и то, и другое утверждение, то есть и прямое, и противоположное, можно сказать, что дополнительные аксиомы и так до бесконечности. Потому что никакая аксиоматическая система не является полной. Эта теорема идет для них полнотехни. То есть, грубо говоря, в школе нам представляли геометрию так, что вот вся геометрическая наука делается определенным числом аксиом, а все остальное из них выводится в качестве теорем. Так вот, это неправильно. На самом деле, никакая аксиоматическая система не может быть полной. Теперь, возвращаясь к теологии, никакое представление о Боге не может быть правильным. Потому что оно не может соответствовать божественности. Нам заданный разумный вопрос, мы дадим на него разумный ответ. И возникает такое ошибочное, обманчивое впечатление, что таким образом можно все обосновать. Нам только хорошенько подумать и все логически рассмотреть. Ничего подобного. Логическое ниакое рассмотрение никогда не будет полным. Это теологическая форма теоремы Диоделя и Леонидовна.